Всем здравствуйте! Все мы знаем, что торт является хорошим удобрением, тогда он может не в этих объемах, но тем не менее, сегодня выступая, хочу сказать, что даже настроение не очень хорошее для выступления, ввиду того, что все мы знаем, сколько стоит сегодня удобрение, сколько стоят средства защиты, и, ну, наверное, все мы знаем, и все мы пользуемся глифосатами, и очень хорошо знаем и понимаем, что ноутил как технология без глифосата невозможен. Я думаю, что если ничего не поменяется, то на этой технологии, я имею в виду ноутил, ну, наверное, скорее всего, придется поставить крест просто по экономическим моментам, потому что глифосат уже стоит больше тысячи рублей в литр. Вот, и все, скорее всего, выберут технологию, даже самые злостные наутильщики, скорее всего, с экономической точки зрения, выберут минимальную традиционную технологию. Ну, это традиционно маловероятно, но минимально наверняка. Вы знаете, даже в таком плохом деле, как повышение удобрения, цены повышения удобрения, ну, наверное, сыграет не только злую шутку с крестьянством, но еще и положительный момент, как ни странно, будет от этого. То есть произойдет естественный отбор, но, наверное, не будет ничего тут сверх того, что сказано. Те хозяева, которые не поняли на сегодняшний день, что не главное урожай, а главная экономика. Если последний момент они этого не поймут, то, как говорится, соседская земля не чужая земля. Ну, это грустный момент. Ну, а на самом деле я хочу остановиться на том, как работает наше хозяйство. Есть плюсы, есть минусы, как и у всех хозяйств. Но у нас стоит в основе это себестоимость продукции. То есть независимо от того, какой урожай, за большими урожаями не гонимся, но главное, сколько стоит тона нашей пшеницы. И все наши работы связаны именно с этим показателем. Естественно, что работаем только вплотную с лабораториями. Без лаборатории, как говорится, мы шага не делаем. Это анализ почвы, анализ состояния растений, анализ болезней и так далее, и так далее. То есть все работы связаны только на основе лабораторных, как говорится, проверок. Ну, самое такое вот, то, что я хотел вам сегодня сказать, это вот на то, что в нашем хозяйстве делается главное ударение. Первое ударение – это знаем состояние наших почв. Кстати говоря, сразу скажу, что мы предполагали, что будет такая ситуация. Я имею в виду по сложным удобрениям и по азотным тоже. Мы и безводный мяк применяли, и уже два сезона не применяем, ввиду его стоимости. А в этом году так вообще стоимость просто сумасшедшая. Мы недавно как раз разговаривали в одной из встреч с вами, и я говорил, что стоимость аммиака, она просто фантастическая. И еще примерно 2-3 месяца назад мы с вами разговаривали, и я говорил, что стоимость аммиака будет просто для многих неподъемная. А вот я хочу обратить внимание, те хозяйства, которые знают хотя бы элементарные вещи о своей почве, хотя бы PH почвы, они обратили внимание, какие сложные удобрения, я имею в виду сейчас фосфор, какие сложные удобрения они могут применять у себя в хозяйствах, в зависимости от PH почвы. То есть все удобрения, которые сегодня есть на рынке, они все в зоне доступа нашим, но мы порой, мы это крестьяне, вот, порой берем обычную формулу, стоимость одного килограмма действующего вещества фосфора, вне зависимости, не смотрим какой фосфор там, вот, и из расчета этого применяем на гектар. Я думаю, что это можно так делать, если, скажем, у вас нейтральные почвы, если у вас кислые, там, или щирочные, этот подход не подходит. Нужно более четко понимать, какие удобрения, я имею в виду именно фосфорные, да, вы применяете у себя в хозяйстве. И если рассматривать ситуацию с несением фосфорных удобрений, вот, сев, озимой пшеницы, озимая пшеница у нас, в Ростовской области, у наших соседей является основной культурой, вот, то многие хозяйства сокращали объем применения фосфорных удобрений. Редко какие хозяйства применяли подход, зная, что миграция фосфора происходит медленно, в почве имеется в виду, и делали закладки, то есть, вкладывали в почву несколько лет подряд, ну, скажем, повышенные дозы фосфорных удобрений. Есть и такие хозяйства, а вот, то компенсировать азотным питанием, азотным питанием, недостаток фосфора, как и других макро-микроэлементов, по закону Любиха, мы знаем, что это невозможно. И сейчас говорить о каких-то там высоких урожаях, зная, что мы внесли мало фосфора под будущий урожай, и надеемся, что азотными подкорками мы компенсируем это, это невероятно. То есть, это невозможно сделать. А теперь вот я хочу остановиться на том, что входит в экономику, по крайней мере, в нашем хозяйстве. Я хочу поделиться, я не знаю, тут много крестьян или мало, но я знаю, что, ну, я в зале имеется в виду, Я знаю, что крестьяне будут смотреть в этом интернете, поэтому буду говорить для, как бы, массово. В нашем хозяйстве мы работаем очень минимальными нормами высева семян, работаем только своими семенами. Это касается тех хозяйств, которые ставку делали на чужие семена, закупали там элиту, суперэлиту, первую репродукцию в других хозяйствах, не зная вообще ничего об этих семенах. Они, опять, многие считали, они, это крестьяне, многие считали, что экономика, зачем я буду выращиваться и семена, подрабатывать эти семена там и так далее, и так далее. Я могу поехать в хозяйство, закупить эти семена, получить компенсацию, вот, и отсеяться этими семенами. Ну, может быть, оно это и так, но, позвольте, что мы знаем о семенах, которые мы приобрели, читая на бумаге паспорт таких семян. Можно представить, что бумага, это такая штука, она не имеет совести, выдерживает все, понимаете. И когда мы сдаем семена в лабораторию, то мы видим там такое, что, и, кстати говоря, это на импортных семенах то же самое. Когда я сдавал в лабораторию семена подсолнечника Пионер, у меня в лаборатории спросили, скажите, а что вы привезли? Ну, то есть, вы понимаете, что это семена, блитые краски, а на них нет свет защиты. Вы понимаете, это удивительно, но это так. Может быть, это было в классификат, я тут не затрудню сказать, но это не моя задача, а разбираться в этом. Просто я хочу обратить внимание, что крестьяне должны на это обращать внимание. А вот, один из способов экономии средств, я имею в виду, что себестоимости параконечного результата нашей продукции, это семена. Семена должны быть свои. Вот, естественно, что нужно покупать когда-то суперэлиту, там их размножать, там после первого-второго года, тогда уже массово у себя высевать. Потому что никто не отменял то понятие, что семена на своей почве дают высший урожай. Вы точно знаете, что представляют эти с собой семена, по болезням, там и так далее, и так далее. То есть, у вас есть гарантированное понятие, что вы на своих семенах можете получить свой расчет на урожай. На это и сосредоточено это. Значит, нормы высева семян по разным пшеницам, все зависит от натуры семян. То есть, если в килограмм оговорить, то это от 60 до 120 килограмм, это нормы высева семян. Работаем на гущение. Отсюда экономику можно посчитать. Меньше применяем фунгицидов. Меньше при инкрустации семян применяем микроэлементов. В общем, одним словом, пестицидов. Отсюда и яды входят, и так далее, и так далее. Нам их меньше уже на зави подработать, меньше достать в поле. Производительность пассивного комплекса увеличивается. Ну, примерно, там, 50-100%. Вот, если, скажем, у нас пассивной комплекс в Баргу, мы две засыпки делаем за рабочий день, то обеда и две засыпки после обеда. Производительность пассивного комплекса увеличивается, ну, как минимум, там, в полтора-два раза. То есть, это все стоит денег. Доставить семена, загрузить семена. Время загрузки равняется времени высева семян, ну, и так далее, и так далее. То есть, это все деньги. Это все деньги. Если перевести это в рублевом эквиваленте, то это примерно составляет 3,5-3,8 тысячи рублей прямой экономии на гектар. То есть, эти средства можно опустить на закупку, скажем, азотных удобрений. Дальше. Дальше идет у нас питание. В этом году мы тоже сократили применение фосфорных удобрений, ввиду того, что мы в предыдущие годы давали несколько больше фосфорных удобрений. Вот. Но расчет наш был на 5-тонную пшеницу. То есть, сегодня мы считаем, раньше мы считали, что самая выгодная пшеница – это 7-8 тонн. Сегодня, в связи с тем, что сколько стоит удобрения, мы считаем, что наша задача не просто там жировать, а как бы стоит задача вышить. Вот прямо в смысле слова «вышить», да? Поэтому мы тоже сократили применение фосфорных удобрений. Но впереди у нас идет весна, февраль месяц. В феврале месяце приезжает лаборатория, берет у нас с метро глубины почву, говорит, сколько у нас влаги в почве, и мы тогда делаем расчеты уже по состоянию влаги, какие у нас будут выходы в поле именно с удобными удобрениями. Все подкормки – это подкормки корневую систему и листовую систему – мы совмещаем. То есть, грубо говоря, кормим не только корень, но еще и лист. Обязательно работаем со стимуляторами. Все подкормки только со стимуляторами. И тут вот спикер выступал передо мной и говорил о стрессах. Мы большое значение придаем этим стрессам. То есть, грубо говоря, работаем герпицидами, и мы полагаем, что рядом погибло растение, и нашей пшеницы от этого что, ничего? Нет, конечно, она попадает в стресс. Сколько она может в стрессе находиться? От 4 дней до 30 суток. После 30 суток она погибает. Чем раньше вы выведите из стресса, тем раньше у вас растение начнет питаться, и можно говорить тогда о урожае как таковом. Следующее понятие, которое у нас очень… Мы обращаем на него внимание, это пестициды. Значит, применяем пестициды… Я сейчас буду говорить о смешанных нормах, но это не те нормы, которые, скажем, производитель пишет, там, скажем, 0,8 литра на гектар. Да, там, и все. А я говорю о пестицидах, которые имеют вилку. То есть, ну, грубо, 0,5-1,5 литра. Производитель не знает, какие у нас, какое состояние. Во-первых, сразу еще обращу внимание, мы не боремся с болезнями. То есть мы не лечим растения, мы предотвращаем заболевания растений. То есть все начинается еще с протравки семян. Если вы протравили семена плохо, и у вас появились корневые гнили, говорить о том, что вы можете их победить, это просто блеф. Понимаете, да? Поэтому очень важно начинать еще с самого начала. То есть чем вы протравливаете? Отдавать семена в лабораторию, смотреть, чем они болеют, там, и так далее, и так далее. Мы должны подбирать правильно протравители семена. Опять растения отдаем в лабораторию. В лаборатории нам говорят, чем болеют, какое там процентное соотношение. Поэтому мы не ждем порога, а работаем на предотвращение заболеваний. Это нам позволяет сэкономить пестициды. Опять-таки, когда производители пестицидов нам говорят о нормах и ставят вилку, эта вилка говорит не о том, что 0,5 литра, допустим, да, или теряя полтора, что 0,5 литра плохо работает по сравнению с полтора. Нет, это совсем не так. 0,5 литра точно так же работает, как и полтора. Но все зависит от качества воды. То есть если у вас вода соленая, соли блокируют действующие вещества препаратов, и, естественно, говорить о том, что 0,5 литра так сработает, как полтора, это не так. Да, там, грубо говоря, нам тогда работать нужно максимальными дозами. Поэтому, зная это, мы поставили себе в хозяйстве обратный осмос, воду. Мы ее довели до состояния дождевой воды. Значит, PH воды, той, которую мы применяем у себя в хозяйстве, она соответствует PH соку растения. Ну, то есть, грубо говоря, это вода примерно... А потом, естественно, раствор, который мы применяем, замеряем PH, да, мы... Обычно все препараты, они увеличивают щелочное число, то есть они щелочные, мы потом их подкисляем. Подкисляем там лимонной кислотой, допустим. Ну, в нашем случае лимонная кислота, мы считаем, что это один из самых дешевых вариантов. Вот, но делаем все равно. PH воды примерно от 6 до 6,5. То есть, это PH сока растения. То есть, это нам позволяет солей нет, потому что эта вода... Опять, все через лабораторию, только через лабораторию. Эта вода абсолютно чистая. Мы ее нагреваем, 50-куловые резервуары. У нас хозяйство небольшое, но у нас это есть возможность. Вот. И... Убрал соли, мы добавляем туда 4 макро, 6 микроэлементов, плюс стимуляторы, плюс гормоны, ну и так далее. В общем, плюс пестициды. И такой смесью мы работаем. Питание все разводим у себя на территории базы, а вот пестициды мы добавляем уже в опрыскователь, непосредственно, на большой объем воды. Вот. То есть, экономим на пестицидах. Экономим на азотном питании. Что значит экономить на азотном питании? Все мы понимаем, что нам нужно на одну тонну продукции, пшеницы в данном случае, 31 килограмм азота. Ну, позвольте, 31 килограмм азота. Азот есть амидный, аммонийный, нитратный, да? И в зависимости от погодных условий, мы можем обязаны применять тот, другой или третий. А если мы применяем для подкормки корневой системы, то, естественно, что для листа мы применяем амидный, ну, или в данном случае касс. То есть, все должно быть по факту. Но мы поставлены сегодня в такие рамки, что говорить о том, что в зависимости от погодных условий мы должны поехать и купить то удобрение, которое нам нужно для этого момента. Мы сегодня не можем говорить, почему? Потому что тут вообще стоит вопрос, мы купим его или не купим? Понимаете? То есть, мы настолько в дурацкую ситуацию поставлены, и на следующий год те люди, которые отвечают у нас за сельское хозяйство в стране, они будут очень радостно восхищать, удивлять нас всех вместе взятых, да? И мы будем тоже удивляться, откуда это у нас вообще, знаете, скатерть самобранка. Хорошо как-то по-нашему. Да. Понимаете? Это вот удивительно. Ну, это сегодня так, но мы сейчас не об этом. Поэтому мы все питание рассчитываем по влаге. Берем на месветрового слоя, влагу, и рассчитываем все наше питание. Опять, корень кормим, лист кормим. Применяем обязательно препараты, которые нам снимают стресс, или вообще растение не впадает в стресс. То есть это, мы стараемся это делать. Вот. По поводу простроителей сказал, то сказал, снижение работы, опять-таки, об экономии азотного питания, вообще питания. Компенсировать фосфор, который мы не дали осенью, частично можно. Ну, частично. Не литр, понимаете, и получить, засыпаться урожаем. Но частично мы можем, то есть работая по фазам, именно по фазам. То есть нужно включить голову и хотя бы выучить фазы развития растений и применять этими небольшими дозами через лист. Если погодные условия, скажем, засуха у нас наступает, я имею в виду, почная засуха, то утром-вечером у нас есть микрополивы в виде росы. Растение потребляет пищу с 6 вечера до 3 утра, мы это знаем. И поэтому все работы небольшими дозами в течение каждые 80 дней мы можем компенсировать это питание. Ну, то есть питание и не упасть в яму без урожая. То есть 80 дней выходим в поле, 80 дней выходим в поле. Это при наличии почвенной засухи. Почвенной засухи. Ну, я просто как элемент вам сейчас говорю про это. То есть работа по фазам. Обязательно работа по фазам. Не дали фазу, дали между фазами. Ну, будете выращивать соломы. Ну, может, у кого-то это урожай красивый, поле смотрится красиво. Но, извините, пожалуйста, от этого соломы урожая и в кармане не прибавляется. Поэтому работа по фазам. Опять-таки, вы знаете, я думаю, что нужно обратить внимание, ну, то есть про экономику я рассказал, в принципе, коротко. Можно было еще раз сказать, ну, коротко. Но я на этом на чем сейчас хотел остановиться. Все-таки, я думаю, что минеральное питание, да, это основное питание. Но я думаю, что те спикеры, которые сегодня выступали передо мной, говорили там о биологических препаратах. Я с ними абсолютно согласен. Ну, может быть, в виде профилактики работы чистыми биологическими препаратами возможно, но я считаю, что их нужно совмещать с химическими препаратами. Опять, все через лабораторию. Эффективность гораздо будет выше, потому что биологическим препаратам нужны условия. Мы это прекрасно понимаем. Температура, влажность, свет, ну, и так далее. Химическим нет. Ну, а чтобы вот была полная сфера, думаю, что это вот возможно совмещать биологию и химию. Это раз. Второе. Уменьшить зависимость от минерального питания не получится совсем, но частично мы можем, то есть, грубо говоря, применять альтернативные системы питания, в том числе торф. Ну, если у кого есть возможность, это средняя полоса, вы же понимаете, да? Торф перед вагонами оттуда-сюда это будет гораздо дороже, обойдется. Ну, и еще, я так хочу сказать, вот в последнее время набирает все больше обороты. Опять, это для производителей сихоспродукции, я это сейчас говорю. Набирает обороты это куриный помет в его гранулированном состоянии. То есть, можно каким-то образом к тем хозяйствам, которые недалеко находятся от производителей куриятины, я думаю, что я сам на это обращал внимание, то есть, встречается достаточно много объявлений, где продается гранулированный помет, зная его, ну, стоит, конечно, еще раз его проверить через лабораторию, опять через лабораторию, да? то я думаю, что этим хозяйствам, которые недалеко от этих мест находятся, я думаю, что им тоже нужно на это обратить внимание. Юрий Арбет, минутка у вас. Все, я так хочу, спасибо за внимание. Всем высоких урожаев. Спасибо. Есть вопрос к Юрию Арбетовичу? Есть, пожалуйста, энергомера. Подскажите, вы какому роду отчищаете на воздухе? Брунтовую, ну, в смысле, у нас вода, мы, которую воду берем, я сейчас объясню. Значит, мы прежде, чем в лабораторию отвезти, мы взяли с трех спажин у нас воду, именно у нас, в нашем хозяйстве, да, глубина 18 метров, 110 и 240 метров. И оказалось, что вода, которая под нами находится, она примерно одинакового качества. То есть, огромное количество солей, и геологи сказали, что под нами находится озеро соленое. Поэтому, с какого глубины мы брали бы воду, это не имеет значения. Но факт в том заключается, что, отвезя воду из скважины, то есть, некоторые хозяйства, я знаю, берутся с открытых источников. Но со скрытых источников вода, она весной одного качества, в середине сезона другого качества, а к осени третьего. То есть, угадать практически невозможно. С закрытого источника, как у нас, с небольшой глубины, вот, раскачали скважину, и, отдав воду, она практически не меняется в своем качественном показателе. Поэтому нам очень легко подобрать было фильтра. Подобрали фильтра и, как бы, получили ту воду, которую мы заказали, мы эту воду имеем все время. Это 18 метров. Юрий Альбертович, еще два вопроса задам. Вы в начале выступления сказали, что лучше самим семена подготавливать. Да. Но это же дело очень трудоемкое. Скажите, сколько у вас сортов в хозяйстве выращивается? Вот. И еще вопрос. Вы сказали, что мы рассчитывали на 50-70 центов, 1 гектара, считая, что это будет 70-80. Простите. Сейчас какая цель поулажаем? И еще. Значит, мы как бы для себя выбрали, вот здесь у нас сей представитель, как раз Краснодарская селекция. Мы у него покупаем семена, ну, мы покупаем в очень маленьком объеме. то есть, в основном три сорта. Мы пробовали, вот это все сорта Краснодарской селекции. Значит, по, многие, многие производители уважают Краснодарскую селекцию, но им не нравится, какие показатели по качеству у этой селекции. мы получаем показатели по качеству именно Краснодарской селекции. Это второй и третий класс. Понимаете, вот в прошлом году у нас была, как все у нас, Краснодарская селекция. Мы в прошлом году специально для одного производителя муки, мы выращивали второй класс Краснодарскую селекцию. Я сейчас вам говорю, это официальные данные, кликовина была за 39. Вы понимаете, что за сорт? Это был ром юга. 39 это первый класс. Я просто цифру назвал. Мы специально выращивали, мы не знали, какого. Он нас покупал три года, потом отказался. Мы попали на деньги, поэтому сейчас этого не делаем. Юрий, ребят, что есть пшеница у нас, опять вся Краснодарская селекция, минимальный протеин 15,4. Я знаю, что тут много производителей, которые выращивают не хуже пшеницу, в этой же селекции, поэтому я не открываю Америку, получить качественную пшеницу, на нее просто нужно работать, знать ее физиологию, физиологию этой пшеницы и работать в нужное время, нужными, опять-таки, хотите с коровы надоить молока, покормите. Понимаете, за годы коровы. А такой высокий протеин правда? Ведь разница в цене совсем небольшая. Вы знаете, я вам так хочу сказать, всегда, если, опять, всю экономику, нужно посчитать, сколько стоят эти подкормки, они... А вот интересно, 15 протеинов, это же сколько азота надо дать? Вы знаете, не в том дело, сколько азота, а главное, когда его дать. Понимаете, мы работаем, когда закладывается качество пшеницы, это уже последние фазы развития пшеницы, там много дозы, чем выше пшеница, тем меньше дозы азота, и если кто это знает, то работает микродозами, это оправдывает однозначно, и еще, когда, понимаете, когда вы выращиваете такую пшеницу, разница в цене всегда есть, из года в год она разная цена, но до рубля доходит. А микродоза это сколько? Ну, извините, мне просто очень интересно. Ну, если, опять-таки, смотрите, если это касается карбамидра, то это, ну, опять, одна подкормка это 10, 8-10 килограмм в физике. Но это не микродоза, микродоза до килограмма. Ну, вы знаете, я же не научный работник, я крестьянин, мне многое прощается. Если вам не простят, а мне простят. Понимаете? Поэтому я могу говорить все, что я хочу. Да, Юрий Альбертович, спасибо, нас уже показывают крест, и уже следующая компания заходит с конференцией. Мы будем завершать. Спасибо, можно с Юрием пообщаться здесь. Миллиан, скажите пару слов, да? Спасибо большое, что-то. Спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемые коллеги, конечно, Юрия Альбертовичу особое спасибо. Конечно, и все выступающие какую-то нам пользу принесли, но чувствуется, что Юрий Альбертович это человек нашей крови, и он знает, о чем говорит. Я хотел бы два слова добавить. Жаль, конечно, что в этом зале не так много сельхозников, я многих знаю в лицо, и, к сожалению, не вижу всех тех лиц, которые бы могли сегодня присутствовать. На мой взгляд, ситуацию, которую сегодня нас поставили с этими удобрениями, она, в общем-то, больше она лукавая, чем на самом деле проблемная. Почему? Потому что, понимаете, 85% удобрений, которые производятся, вывозятся за границу. При такой цене, которую вот озвучил Сергей Николаевич, я бы на месте руководства страны отдал бы бесплатно 15% этим несчастным, скажем так, сельхозпроизводителям. Но во всяком случае, если вы взялись регулировать, то, пожалуйста, хотя бы оставьте, не лукавьте, а поставьте на уровне прошлого года цену. Была 26 рублей на фост, вот и оставьте. Вот это будет действительная подвижка в сторону челян. А лукавить там, что лобби есть, значит, оно свою работу делает, а у крестьян нет. И на этом, значит, делает погоду, ну, совершенно. Это не честно, я так думаю. Ну, я так понимаю, что мы люди от земли, нам не впервой, мы справимся, но, дорогие чиновники, понимайте, что если уж, значит, вы все время сверлили, скажем, дырки для медалей, в этот раз может не получиться. Но вины нашей нет. И это вы, дорогие мои, просто воочию, и во всеушно услышьте, услышьте нас. Еще не поздно, кстати говоря, Юрий Петрович это подчеркнул, еще что-то можно сделать. Так делайте что-нибудь. Вот о чем идет речь. Делайте, хватит нам уши заливать непонятными соловьиными триллями. Вот на этом я закончу. Хочу пожелать всем нашим крестьянам все-таки, несмотря ни на что, силиться к тому, чтобы получить максимальный и хороший урожай. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо. Спасибо, Петр Михайлович. Я хочу сказать, что Петр Михайлович, для тех, кто не знает Емельянов, это успешный, сильный фермер из Белореченского района, у которого многопрофильное хозяйство, очень интересные направления. Мы просто мечтаем когда-нибудь на его базе провести мероприятие, куда пригласить фермеров и познакомиться с его опытом. Спасибо всем за внимание, хорошего урожая и достойных цен на урожай озимых культур.